сегодня у нас 25 июня 2020 года и наш вебинар сегодня посвящен такой животрепещущей теме которая больше интересует наверное не косметологов не профессионалов простых пользователей любителей собой поухаживать то есть это аппарат для домашнего использования я еще раз повторюсь на организационной части уже обсудили не буду сегодня не ругать не хвалить какие-то конкретные марки да это немножко не корректно некорректно было бы с моей стороны в данном формате я постараюсь озвучить именно физические факторы которые воздействуют то есть которые используются как раз в том числе и в аппаратах для домашнего применения разберем параметры то есть потому что зачастую иной раз сталкиваешься с тем что даже профессионал не всегда отличает да если он не занимается конкретно аппаратной косметологии да у него нет каких-то физиотерапевтических базовых знаний фон форез от юн фореза отличить не могут вот поэтому здесь мы с вами все подробно разберем чтобы каждый физический фактор его особенности были вам знакомы и тогда вас не смогут обмануть ушлые продавцы тех аппаратов которые являются как раз ненужной вещью маркетингом вот и обсудим что действительно может иметь место быть да и как бы что можно использовать как использовать какие собственно препараты используются что вообще можно комбинировать с процедурами воздействия на кожу физическим фактором каким-то до ультразвуком теплом электрическим током и какие компоненты вообще например не не нуждаются до в каком-то усилении потенциирование действий пуша не сами по себе очень сильные разберем и уход да как бы какой можно сформировать до при использовании допустим тех же самых аппаратов курсом вот но в общем по максимуму постараемся разобраться вообще что это за зверь такой аппараты для домашнего использования значит если опять-таки какие-то будут вопросы прямо пишите в чат основные физические факторы до которые используются как собственно в части профессионального оборудования так и в бытовых косметических как еще сейчас называют массажера вот не всегда это массажер то есть не всегда это предполагается какой-то именно массаж вот но физический фактор правило какой-нибудь присутствует электрический ток один из самых таких распространенных физических факторов используется очень мало сил электрический ток как правило это переменный ток используется и такие аппараты называют микротоковыми очень иной раз конечно инструкции к этим аппаратам обтекаемые мягко выражаясь вот и собственно нет там тех физических характеристик которые хоть и технических до моментов которые хотелось бы там видеть спасибо виктория вот и соответственно что мы можем сказать и микроток микротоки мы с вами знаем да и кто на нашем канале уже давно знает что у нас очень много есть вебинаров которые выложены специально для профи как с той или иной методикой работать да какие там нюансы применения на я не буду подробно рассказывать сейчас данный момент как профессионально делать микротоковую терапию но микротоки которые предлагаются бытовых косметических аппаратах это как правило просто переменный ток и воздействие слабым вот этим вот переменным током хорошо если в микроамперном диапазоне а то бывает что и в мире тогда это получается вовсе не микротоки а электромиостимуляция и в принципе микротоковая терапия в классическом ее варианте да если кто был на семинарах там это я тоже часто об этом рассказываю это воздействие достаточно сложная без знания анатомии потому что чтобы получить максимальный эффект то есть не только улучшение цвета лица за счет тонизирования стенок капилляра находящихся в дерме и как бы стимуляции например каких-то процессов в клетках обменах за счет опять-таки раздражающего какого-то эффекта минимального до микротоки на самом деле это конечно же первая основная цель это лимфодренаж и лифтинг и вот как раз если лимфодренаж осуществляется как раз более поверхностным воздействием то лифтинг осуществляется благодаря тому что мимических мышцах тоже имеется рецепторный аппарат который улавливает вот эту вот эту вот эти колебания вот эти вот воздействия до электромагнитное и малую силу тока до такую малую что человек практически не ощущает ее и при этом не давая мышцы сократиться или там полностью расслабиться вот этот сухожильный орган гольджи так называемый до рецепторный аппарат он приводит миофибрилы мимических мышц в тонус либо способствует их расслаблению да то есть нам наша цель это норма тонус мышц нам не нужен гипертонус нам не нужен гипотонус то есть те мышцы которые в гипотонусе ну например все депрессоры мы должны в гипертонусе то есть извиняюсь депрессоры да это лобная мышца мышцы гордецов кругаторы суперцили да все мы их должны расслаблять соответственно там идет свой своя специфика воздействия да то есть как бы определенное направление согласно расположению волокон мышц и тогда миофибрилы расслабляются уходит вот этот вот тонус да уходит поджатые губы или нахмуренные брови если же допустим мышцы в гипотонусе могут быть да то мы должны привести их норма тонус для того чтобы например скорректировать овал да то есть самая основная мышца это пара мышц скажем так это скуловые мышцы которые мы имеем возможность привести не в гипертонус а в норма тонус путем стимуляции именно миофибрил да то есть через сухожильный орган гольджа при помощи микротоковой терапии классической и для этого мы должны знать где эти мышцы находятся и в каком положении ставить манипулы да то есть ток должен идти поперек волокон мышц да чтобы ее протонизировать а чтобы ее расслабить он должен идти вдоль волокон мышц вот поэтому собственно много очень нюансов и конечно требуют знания типографической анатомии и требует как правило двух манипул в двух руках переменный ток там нет плюсы и минуса то есть ток трифуют постоянно от положительного отрицательного и обратно по полюсам но манипул должно быть две чтобы мы могли как раз воздействовать согласно расположению волокон мышц да или растягивать грубо говоря эту мышцу и либо ее зажимать если мы хотим ее протонизировать вот такие нюансы да мы знаем с вами как как говорится пользователи классической микротоковой терапии что же у нас микротоки делают в аппаратах этих обычных домашних это просто раздражающий такой немножко эффект он действительно улучшает тонус сосудов микроциркуляцию может да если он там как бы определенные параметры имеет да не сильно раздражающим действием обладает вот и собственно конечно если мы будем водить по массажным линиям банально как это рекомендуется во всех практически вот методичках по использованию домашних аппаратов микротоковой терапии к сожалению конечно лифтинга как такового да за счет воздействия на мимические мышцы мы не получим потому что мы воздействуем порой согласно этим рекомендациям против расположения анатомического этих самых мышц да то есть как бы у нас например воздействие на ту же самую щечную мышцу которая расположена вот тогда и мышцу жевательную которая расположена вот так идет совершенно по-разному да и как бы располагать наши манипулы до чтобы воздействовать на мука листа на щечную мышцу мы должны поперек волокон мышц масетер тоже поперек и соответственно совершенно разное положение манипула да а соответственно если мы будем вести этим аппаратом так мы пересекаем вообще все волокна и например если мы вдоль скуловой мышцы ведем да нам скуловую надо наоборот тонизировать а если идет воздействие вдоль волокон мышц то теоретически да нужно вообще-то расслабляться вот другое дело что когда мы ведем этим аппаратом у нас нету расходящегося вот этого движения которое дает как раз расслабление когда у нас манипулы стоят на периферических отделах мышцы да и ток идет между ними как раз вдоль волокон мышц вот а там просто как бы две каких-то каких-нибудь шариков так ведется или какая-нибудь одна пластиночка к сожалению в общем ожидать от микротоков домашним таком исполнении можно только улучшение микроциркуляции и за счет этого улучшения может быть как говорится питание дерма эпидермиса небольшой такой подтяжки кожи до за счет просто того что мы стимулируем капиллярное кровообращение частично за счет массажных движений до стимулируем все-таки ток лимфы ускоряем да лимфодренаж осуществляем и самое основное то что очень зависит от эффект от того что мы нанесли перед этим на кожу да то есть если сыворотка сама активная она сама дренирует она сама улучшает микроциркуляцию она сама подтягивает то конечно регулярное нанесение ее так как мы купили аппарат даст хороший эффект вот и еще кстати хочу отметить такой маленький но очень важный момент я достаточно много инструкции видела от этих аппаратов да я не могу сказать что я все аппараты для домашнего применения держал в руках их великое множество но основные у меня были на тестах как бы я их пробовала и собственно разбиралась что там у них вообще как бы за счет чего они работают и могу сказать что даже в инструкциях большинству этих аппаратов немножечко не до инструкции до идет по лимфодренажу то есть как правило есть воздействие по массажным линиям линиям наименьшего сопротивления на коже но при этом нет вот этого классического для лимфодренажа сбрасывающего движения вдоль грудино-ключично-соцевидной мышцы к крупным региональным лимфоузлам собственно этой лимфы да то есть получается у нас к лимфа застревает в области ближайших лимфоузлов а цистерна хюли она не сбрасывается вот поэтому если мы работаем с такими аппаратами и делаем движение которое способствует лимфодренажа то тогда мы должны все-таки их продолжать вот этим вот движением то есть мы сделали и собственно сбросили вот это газа значительно улучшит эффект вообще от процедуры вне зависимости от того насколько там эффективно или там супер параметрами каким-то обладающий аппарат так вот еще один нюанс до по поводу микротоков микротоки конечно в идеале не должны чувствоваться ощущаться потому что человек ощущает уже ток ну то есть чувствует покалывание какой-то легкой жене где-то от полутора двух миллиампер да то есть миллиамперный диапазон но один миллиампер может почувствовать на лице в каких чувствительных зонах 800 миллиампер может почувствовать даже там до 600 то что является микротоковой терапии по сути да то есть от 10 до 600 микроампер человек со средним болевым порогом да и порогом чувствительности да вообще как правило не чувствует вот поэтому так как у нас аппараты да в основном которые для домашнего применения предназначены они чаще всего но с маркетинговой целью до имеют чуть-чуть завышенные параметры то есть человек чувствует иначе человек может сказать ну что я там вожу какой-то железкой да ничего не происходит должно хотя бы какое-то покалывание быть поэтому там как правило все таки параметр опять таки не классической микротоковой терапии а ближе уже к электромиостимуляции даже в каких-то чувствительных зонах особенно лоб там вокруг глаз если работают по косточке прямо бывает что сокращение мышц происходит вот это конечно совсем другое воздействие то есть это не микротоковая терапия опять-таки в рамках вот такого использования это будет в общем-то раздражающее действие которое будет давать свой такой минимальный стимулирующий эффект в основном опять-таки за счет воздействия на капилляры на сосуды что касается гальваники да то есть это еще один одна разновидность электрического тока только ток при этом постоянный то есть он течет либо от минуса плюс либо от плюс к минусу вот и там обязательно у нас должно быть минус и плюс обязательно должны быть целевые растворы то есть поляризованные препараты на которых либо на этикетке либо методических указаниях по применению их должно быть написано с какого польза их водить либо они могут быть биполярные то есть их можно вводить с любого полюса вот но здесь она конечно гальваника это под вопросом потому что гальваника это более сильное воздействие такое не очень приятно на по ощущениям как правило сила тока обязательно должен быть вот как профессиональных аппаратов потенциометр который позволяет постепенно увеличить силу тока потом кожа адаптируется нужно еще немножко увеличить конечно же домашние аппараты такой функции ну как правило не обладают я имею имею ввиду как раз именно вот бытовые не то что там купили ну полупрофессиональный какой-то китайский аппарат который предназначен для кабинетов но просто не зарегистрированы да например в россии вот там допустим профессиональные параметры могут быть они могут быть конечно какие-то неправильные да всяко бывает но сам факт что органы управления этим аппаратом да они будут как профессионально а я имею ввиду портативные основном прибор то есть мы в самом они сейчас будем говорить вот и конечно же силу тока который выставляется просто там допустим тремя клавишами там минимум средний максимум ну это немножечко не некорректно да потому что все таки увеличение силы тока при воздействии постоянным током должно быть желательно чтобы было постепенно но хотя бы если есть градация несколько вариантов до силы воздействия то уже хорошо чем когда одно потому что учитывая то что кожа способна адаптироваться к гальваническому току и конечно же в процессе процедуры через какое-то время силу ток надо немножко повысить вот и проблема еще в том что пишут очень много бытовых аппаратов не попадалось которые написан там юн плюс юн минус а на самом деле это вообще ультразвуковой скраббер и где там стоит вообще в этой лопатке модуль который работает как источник постоянного гальванического тока вообще непонятно мы было дело разбирали такие лопатки вот и кроме пьезоэлемента который генерирует ультразвуковую волну то есть звуковые колебания которые к электрическому току вообще не имеют никакого отношения к сожалению мы там ничего не находили лопатки хотя там куча функций у нее было анонсировано и он плюс и он минус и лифтинг и очищение и чё хочешь как говорится вот но увы так вот поэтому могу сказать что какой еще еще как бы момент да конечно за счет раздражающего действия малой сил тока да мы можем получить какой-то эффект плюс регулярно регулярное нанесение хороших качественных сывороток с рабочими составами компонентов да поэтому многие покупают допустим более-менее приличные аппараты пусть даже для домашнего использования покупают первый раз дорогой гель который с ним идет а потом переходит на наш там или какие-то еще аналоги да потому что они ничем не хуже а может даже и лучше по составу бывает побогаче и поэффективнее чем гели-праймеры которые предлагаются в комплекте с аппаратами ну и прекрасно как говорится сочетают это все что касается следующего физического фактора по электрическому току есть вопросы какие-нибудь понятно с ним все вот потому что я могу как-то еще развить эту тему если вдруг может быть я как-то слишком заумно выразилась вот то есть микротоки переменный ток очень мало силы до электромиостимуляция это тоже переменный ток но уже больше силы вот и гальваник это постоянный ток где есть плюс и минус и соответственно он предназначен для введения каких-то активных веществ и желательно чтобы эти вещества тоже предназначены были для введения на постоянным током то есть чем меньше компонентов тем лучше как говорится предсказуемые результат значит переходим к следующему фактору это ультразвук ультразвук это звуковые колебания которые не улавливает человеческое ухо ну например часть животного мира например общается при помощи ультразвук или производит эхолокацию как летучие мыши например но дельфины тоже вот то есть по используют ультразвук для того чтобы ориентироваться в пространстве например так вот какие виды ультразвука используется профессиональной косметологии низкочастотной и высокочастотной мы об этом уже как говорится много много говорили да но вдруг у нас кто-то здесь первый раз и вообще не как бы не слышал ничего низкочастотном высокочастотном ультразвуке я имею ввиду конечно не специалист и здесь разницу можно объяснить просто то есть низкочастотный ультразвук это колебания которые идут с низкой частотой высокочастотные это когда они почаще так вот для того чтобы понять как глубоко проходит ультразвуковая волна надо понимать что низкочастотный он проходит глубоко высокочастотный более поверхностно в Но для того, чтобы ультразвук попал вглубь кожи, то надо манипулу поставить строго перпендикулярно поверхности кожи под 90 градусов. Иначе ультразвук не будет идти вглубь кожи. То есть плюс должно быть обязательно контактное средство нанесено, потому что воздух не проводит ультразвук, и для ультразвука обязательно нужен гель. Для электрического тока тоже нужен гель или какая-то жидкость, но просто для того, чтобы снизить сопротивление эпидермиса. Потому что сухой эпидермис очень хорошо сопротивляется электрическому току. И если его смочить, тогда уже электрический ток более малой силы проникнет более глубоко и более сильно будет воздействовать. Ну, как я люблю шутить на наших семинарах и вебинарах, если вы сунете мокрые пальцы в розетку, то вас может убить. Если сухие, то просто тряханет. Поэтому здесь как раз мы наоборот, чтобы воздействовать более малой силой тока, увлажняем кожу. А ультразвук, он просто не пройдет никуда, если не нанести контактный гель, потому что воздух будет его задерживать. Поэтому, когда мы, например, идем делать УЗИ брюшной полости, мы всегда идем натощак. Мы, если у нас склонность к газообразованию, даже можем какие-то адсорбенты а-ля активированный угольфильтромсти попить пару дней до исследования и не будем есть всякие газообразующие продукты, как то свежий хлеб или какие-то овощи, капусту и прочее. Пить газировую воду и так далее. Почему? Потому что, если мы захотим посмотреть на ультразвуковом сканере, например, ту же самую поджелудочную железу, пристану, вот она вот здесь у нас находится, там будет стоять поперечно-ободочная кишка. Если она будет заполнена газом, то мы, к сожалению, увидим просто белое очертание вот этой поперечно-ободочной кишки и за ней поджелудочную никакой мы не увидим. То же самое в малом тазу, если там кишечник переполнен газами, да, никаких яичников мы у женщины не разглядим. Соответственно, почему? Потому что воздух не проводит ультразвук, он его задерживает. Поэтому, чтобы нам, наоборот, ультразвук провести в кожу, нам нужно вот эту преграду воздушную убрать при помощи геля. Вот, и если гель будет обладать еще какими-то свойствами, да, то есть он будет содержать активные компоненты, а не только просто пустышечкой быть, да, то, естественно, мы сможем воспользоваться функцией фонофореза, да, ультрафонофореза, правильно сказать, то есть вводить в кожу, допустим, какие-то активные компоненты, которые хорошо проникают через эпидермальный барьер и обладают, допустим, небольшой величиной молекулой. Ну, либо находятся в каком-то инхансере, да, или его протащит там пропиленгликоль, или его протащит липосома, да, ну, то есть мы можем как-то вот даже достать до дермы. Дальше дермы точно не достанем ни одним физическим фактором. Значит, чем отличается это воздействие? Как я уже говорила, низкочастотный глубоко, высокочастотный поверхностно, но нужно под 90 градусов поставить манипулу. Так вот, низкочастотный ультразвук, да, он у нас порядка 10-15 сантиметров будет проникать, если он имеет параметр, допустим, частоты от 24 до 28, там, ну, и, в общем, где-то до 40 килогерц, да, и такой параметр, вот эта низкая частота, она используется в скраберах, потому что в скраберах нам не нужно проталкивать что-то вглубь кожи, да, нам нужно, наоборот, от кожи отталкивать вот эти омертвешие чешуйки, чтобы сделать пилинг ультразвуковой. Вот, и я специально взяла манипулку, ну, от профессионального аппарата, да, ну, он ничем не отличается от портативных скраберов. Вот, и когда мы ставим манипулу вот так, естественно, предварительно у нас разрыхлен, например, эпидермис, гелем дезинкрустирующим, каким-то еще дезинкрустантом, и мы можем еще смочить дополнительно лосьоном дезинкрустирующим участок, который будем обрабатывать, чтобы больше вот этот эффект кавитации, чтобы в геле волны ультразвуковые не затухали, чтобы вот отшелушивание лучше шло. И мы будем под 45 градусов в манипулы вести, не нажимая сильно, не царапая кожу, не пытаясь что-то ей выдавить, да, просто тихонечко снимать вот эти отшелушенные омертвешие частички эпидермиса с помощью ультразвуковых волн, которые в таком случае, так как у нас под 45 градусов источник ультразвука расположен, будут отталкиваться, то есть возникнет поперечная волна, которая идет по поверхности кожи, то есть она никуда вглубь не идет, даже если мы ее перевернем, как советуют многие ушлые продавцы подобных аппаратов, что будет у нас фонофорез лопаткой. Нет, конечно, ну, понятно, что профессионалы все знают, но, как говорится, не грех повторить. То есть скрабер – это только скрабер, чтобы на него, как говорится, каких бы функций не навешали маркетологи, потому что там стоит пьезоэлемент, который генерирует низкую частоту ультразвука от 24 в среднем до 28 килогерц, да, потому что, например, частота там 36-40 килогерц, это уже в манипулах с ультразвуковой кавитацией, да, встречается, в бытовых приборах, как правило, нет, вот, и она там не нужна. Значит, скрабер умеет чистить кожу. Вот, какая проблема бывает в том, что очень много портативных аппаратов имеют аккумуляторные, ну, как бы, имеют аккумулятор, да, в составе, вместо того, чтобы подключаться к розетке. И вот это вот подсаживание аккумулятора в процессе процедуры, потому что пьезоэлемент очень сильно расходует электроэнергию, вот, на то, чтобы раскачаться. И получается, что очень слабое воздействие, плохо отшелушивает. Поэтому если уже брать, допустим, скраберы, которые используем дома, то лучше все-таки брать такой, который работает от розетки. Вот, либо иметь возможность сразу его подзарядить, потому что, ну, чтобы емкость аккумулятора была достаточно неплохая, потому что хотя бы на одну процедуру, чтобы его хватило. Потому что мы обрабатываем кожу лица, например, где-то около 10 минут, и, соответственно, 10 минут его должно хватить без потери мощности. То есть, а мощность эту, то есть, как он вошел в резонанс и как он отшелушивает, мы можем вполне отследить по вот этим брызгам, да, которые летят. То есть, они хорошо летят, то есть, вот так вот прямо мутнеет вот этот гель, который мы нанесли и снимаем вместе с омертвешенными клеточками, то, значит, там все нормально, как бы воздействие идет хорошее. То есть, если мы добавили чуть-чуть лосьона, да, или какого-то тоника, и прям вот очень хорошо брызгает, да, и хорошо счищает, гладкая потом кожа получается, без всяких нажатий, да, на нее, то, значит, он работает нормально. Как только он начинает подсаживаться, вот эта вот кавитация, вот эти брызги становятся меньше, 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 да, и вот, как бы, соответственно, он эпилингует хуже. Вот, предназначен ультразвук в виде скраббера для того, чтобы без использования каких-то, какого-то химического отшлушивания, ну, кислот, например, или абразива, например, чувствительную кожу почистить, да, чуть-чуть, или как подготовить кожу, допустим, для того, чтобы сделать какую-то форетическую процедуру, или какое-то нанесение, предварить активных препаратов, сывороток там, допустим, под какую-то альгинатную маску. То есть можно его использовать именно как подготовительный этап для чего-либо. У нас, кстати, если кому интересно, на нашем канале в Ютубе, да, есть видео, которое называется «Ультразвуковая чистка», по-моему, вот, там я просто показываю этот этап, да, не просто чистку кожи, да, а именно этап ультразвукового вот этого отшлушивания, как использовать скраббер правильно. Так что если кому интересно, будет, можно просто зайти и посмотреть это несложное и коротенькое видео. Это, по-моему, у нас в формате влога существует оно. Вот. Значит, и что касается введения, да, самый такой момент, на котором нас накалывают ушлые продавцы зачастую, предлагают вот этим же скраббером что-то вводить. Да, это, конечно же, невозможно, потому что, чтобы нам что-то ввести, нам нужно, опять-таки вспомним, поставить манипулу перпендикулярно коже, строго перпендикулярно, вот, и, соответственно, там будет нанесен гель какой-то, да, активный, и здесь как раз используется высокочастотный ультразвук, и им же как раз мы работаем по коже, если нам нужно, например, получить от самого ультразвука, его разволокняющее такое действие, например, в работе с рубцами, то есть обрабатывать рубцы, например, какие-то, да, свежие. Соответственно, здесь уже будет высокая частота, это будет уже, там, для воздействия по телу, как правило, это 1 МГц используется, да, или 880 Гц, по лицу 3 МГц, сейчас есть аппараты уже, которые еще более высокую частоту, более селективное какое-то воздействие, прямо вот, допустим, прямо вот на дерму, да, без всяких там проникновений куда-то в гиподерму. Соответственно, хороший лифтинг дает тоже само по себе это воздействие, но, опять-таки, если параметры соблюдаются. Вот, и, в принципе, как раз ультразвук несложно сделать, я так понимаю, поэтому я встречала вполне себе бюджетные версии домашних аппаратов, которые нормальный 3 МГц ультразвук, в общем-то, имели в своих технических характеристиках. Соответственно, естественно, должно быть какая-то площадь соприкосновения с кожей и возможность поставить манипулу строго под 90 градусов. Тогда это будет форез. Тогда это будет высокочастотный ультразвук от 3 МГц, который воздействует прицельно на дерму. У него очень небольшая глубина проникновения, активная, да, без потери мощности порядка 3 мм. Этого нам достаточно, чтобы, допустим, ввести что-то в дерму по путям наименьшего сопротивления, через выводные протоки сальных потовышлез, волосы, фолликулы. То есть ту же самую низкомолекулярную гиалуроновую кислоту, которая легко пролезает, как говорится, под воздействием этого физического фактора. Можно какие-то активные компоненты, экстракты, особенно липосомальные всякие штуки, да, типа дегидрокверцитина нашего серии Нео. Вот, то есть, в принципе, ультразвук можно использовать как раз именно с форезической целью. То есть форез – это перенос, да, то есть перенос активного вещества в глубокие слои кожи, скажем так. Вот, какие еще физические… По ультразвуку, если есть вопросы, сразу задавайте. Вот, ну, как бы, я думаю, что все, кто у нас постоянные, слушатели наши, они, естественно, знают все эти, как говорится, особенности. Вот, если кто-то новенький и вдруг чего-то не понял, сразу не стесняйтесь, задавайте вопросы, еще раз повторю, еще раз отвечу. То есть низкочастотный используется в пилинге, в скраберах, направляется эта волна под 45 градусов кожи, образуется поперечная волна, которая прыгает по поверхности кожи, отшелушивает предварительно разрыхленные каким-то средством для холодного распаривания, омертвежшие кератиноциты. Высокочастотный ультразвук используется для того, чтобы ввести что-то в глубокие слои кожи, соответственно, используя уже проникающую способность ультразвука, но на уровень дерма. Следующий физический фактор – нагрев. Чаще всего используется. Я уже так шуточно написала, но это не он, потому что очень часто такие, как мы их между собой называем, утюжки используют в домашних каких-то массажерах, аппаратах. Называют их рефлифтинг. К сожалению или к счастью, это не рефлифтинг, потому что если бы был настоящий рефлифтинг, и его бы использовали дома, то вполне могли бы люди себе очень сильно навредить несведущие, сделать себе подкожные рубцы, какие-то еще осложнения получить. Поэтому так называемый рефлифтинг в аппаратах для домашнего использования – это просто тепло. Соответственно, когда мы используем профессиональный рефлифтинг, у нас идет определенное воздействие. Там идет частота гораздо выше, чем бытовых приборов. Бытовых там около 500 кГц. И достаточно неинтенсивное воздействие. А при профессиональном воздействии оптимальным считается частота порядка 4 МГц. И плюс еще параметры мощности там разные всякие, которые невозможно в бытовой аппарат использовать, положить такие технические характеристики. Поэтому это просто такое приятное спа воздействие теплом. Опять-таки там, где тепло, там не должно быть купероза. Поэтому если там идет все-таки регулярный какой-то нагрев, пациентам с куперозом такие аппараты использовать нежелательно. Потому что, к сожалению, это может усилить за счет расширения сосуда, а сосудистая сенка слабая, может усилить купероз. Поэтому так называемый рефлифтинг, вообще, честно говоря, смысла особого в домашнем применении нет, на мой взгляд. Опять-таки все, что я сейчас говорю, это мое личное мнение. Оно может быть не только мое, а многих профессионалов, чье мнение я тоже спокойно озвучиваю, так как оно совпадает с моим. Но есть определенные нюансы, которые показывают целесообразность использования того или иного физического фактора в том виде, в котором он предлагается, например, в бытовом уровне. Естественно, рефлифтинг, я не вижу смысла, это просто нагрев. Можем положить теплое полотенечко на область вокруг глаз. Есть всякие вот эти маски самонагревающиеся, которые, в общем, приблизительно тот же самый эффект дают. Что еще, как правило, в этих аппаратах присутствует? Это так называемая фотохромотерапия. То есть это источники лет, источники света, лампочки диодные, допустим, красного, синего, зеленого света. Есть еще желтый, янтарный, так называемый и так далее. То есть у всех у них куча всяких красивых характеристиках. Красный – возбуждающий, зеленый – успокаивающий, синий – противоспалительный. Но, к сожалению, мал-мальски каких-то прям доказательных исследований уровня РПКИ, то есть рандомизированных плацебо-контролируемых исследований, естественно, по поводу фотохромотерапии найти практически невозможно. Я свое отношение к этому тоже озвучу. Да, Виктория, я поняла вопрос. Честно говоря, как такой СПА-вариант, в общем, неплохо. И именно такое психологическое воздействие. Потому что воздействие этого света на кожу, оно не особо доказано, скажем так. Но мне попадались исследования, неприменительно к косметологии. Например, самое такое более-менее с хорошим, ну, как говорят, дизайном исследование было среди больных после инсульта в реабилитационной, как говорится, программе. Использовали о группе людей фотохромотерапию, о группе, значит, вот этих выздоравливающих пожилых людей не использовали ее. Так вот, тем пациентам, которым проводили, вот эту вот лампу светили, да, там они использовали зеленый свет, они использовали там сочетание цветов, сначала там, допустим, такой-сякой, там сначала возбуждающий, потом успокаивающий, если не ошибаюсь. Но сам факт, что они вроде бы как быстрее восстанавливались. Насколько это зависело именно как раз от того, что им проводили фотохромотерапию, ну, сложно сказать, да, но, потому что померить никакие параметры здесь невозможно. Но, в общем, в группе больше процент был более, скажем так, ускоренного реабилитационного периода, да, ну, то есть быстрее они вышли из этого состояния. Вот в этом плане, да, поэтому то, что работает с кожей, оно, конечно, ну, так, сомнительно немножко, но, в общем, вреда от этого особо не будет точно. И большинство аппаратов домашних, они имеют эти лет источники просто как дополнительную какую-то функцию, во-первых, красиво, вот, а во-вторых, может, действительно немножко успокаивает, например, зеленый свет, а красный возбуждает. Поэтому здесь как раз, ну, ничего плохого нет, если будет в аппарате еще дополнительно какое-нибудь кольцо, меняющее свой цвет. Вот, конечно, это не лазер, да, и даже, как бы, не низкоэнергетическое лазерное излучение, да, там все другие параметры должны быть, мы это все подробно на семинарах по лазерной терапии избираем, вот, ну, это просто свет фонарика. Вибрация. Тоже такой физический фактор, который имеет, ну, такой, палка в двух концах, да, неоднозначное немножечко, скажем так, значение, потому что, с одной стороны, вибрация, она действительно стимулирующим действием обладает, если она используется кратковременно. Вот, а если постоянно вибрация воздействует на человеческий организм, то это вред, конечно, потому что самый простой пример – это синдром Рейно, то есть это нарушение и сосудистой, и в суставах, да, когда, допустим, человек работает постоянно с отбойным молотком, там, как бы, да, постоянно вибрацию спит, или вот врачи ультразвуковой диагностики, опять-таки, тоже должны изолировать свои руки от манипулы, потому что, если действительно интенсивная нагрузка, и человек работает много лет, то может тоже быть вот такая проблема в виде синдрома Рейно. Вот вибрации как раз, которые, вот, звуковые колебания, они все-таки немножечко передаются и на манипулы. Вот, то есть вибрация, да, как бы она может присутствовать, именно, как бы, если мы хотим имитировать массаж какой-то, ну, опять-таки, любой массаж делается курсом, достаточно коротким курсом, то есть он делается, допустим, 10 процедур, поэтому какие-то вибрационные техники ежедневно в течение, там, нескольких месяцев, каждый день, да, ни в коем случае не надо делать, потому что мы больше вреда нанесем, чем пользы. Естественно, в любом массаже, даже в ручном, есть вибрационные движения какие-то, да, они, в общем, обладают стимулирующим воздействием, но все должно быть в меру. Значит, механический массаж, да, механический, ой, вот этого вот как раз столько всякого сейчас наводнило, и уже много, достаточно много лет наводняет, собственно, интернет и магазины и так далее, то есть все вот эти скребочки, какие-то ролики и так далее, каждый норовит изобрести свое вот это, вот этот свой девайс, при помощи которым можно делать имитацию воздействия обычными руками и пальцами, вот, но почему бы и нет, на самом деле эстетическая, скажем так, составляющая вот этого всего, она тоже обладает определенным, ну, эффект плацебо, как говорится, никто не отменял, да, если мы имеем красивый гладенький скребочек из какого-то полудрагоценного камешка и делаем им лимфодренаж, вместо того, чтобы рукой делать, да, как положено, вот, то почему бы и нет, красиво, радует, на ощупь приятно, холодненький, почему бы и нет, вот. Что касается некоторых аппаратов, которые мне категорически не понравились, воды, которые я наблюдала одно время, это всякие ролики с зубцами, и вот эти техники достаточно агрессивные, то есть, если посмотреть, я не знаю, насколько корректно именно, вот, приводить в пример, но вы, наверное, догадаетесь, о чем я говорю. Зубчатые ролики, такие рогатки, которыми очень сдвигается сильно кожа, царапается, потом еще вот такие какие-то похлопывающие, пошлепывающие движения, тоже очень, как говорится, вредные для тех, у кого хоть малейшая склонность к куперозу, например, есть, или там, не дай бог, розации, вот эти штуки, конечно, с ними надо быть очень осторожны, и лучше красивый скребочек из розового кварца купить, если очень хочется. Всякие шарики гладенькие, красивенькие, это тоже все хорошо, в меру, естественно, все это можно заменить руками, конечно же, да, но почему бы и нет, да, мы используем хорошую, качественную сыворотку, которая будет действовать сама по себе, с активными компонентами, которые обладают доказательной базой эффективности, и наносим ее при помощи вот этих шариков, холодненьких, красивеньких, приятных. Вот я по поводу этого и говорила, да, по поводу гуаши, да, очень часто сейчас в последнее время что-то спрашивают, и спрашивают, можно ли там по нашим гелям делать, можно, конечно. Вот, другое дело, что я так понимаю, что техники немножко разные, да, и если это действительно такой легкий, хорошенький лимфодренаж, да, то есть просто мы вместо пальцев используем вот этот скребочек, там то одной стороной, то другой, в общем, в этом нет никакого вреда, то есть, в принципе, если мы регулярно это делаем, как раз лимфодренаж – это та процедура, небольшой такой легкий, там, 5-минутный лимфодренаж можно делать вообще ежедневно, всю жизнь, будет только хорошо. Вот, тем более, что у нас у многих сидячая работа, застой идет в шейно-воротниковой зоне, компьютерная шея, ну, в общем, очень много вот этих вот последствий гиподинамии сидячей офисной работы, поэтому лимфодренаж, конечно, утром и вечером показан практически всем. Вот, а вот по поводу синяков и агрессивного воздействия я категорически против. Вообще, ну, как бы я изначально категорически против, и многие специалисты меня поддержат, каких-то агрессивных воздействий в зоне лица, потому что, ну, как бы здесь это даже на теле синяки желательно не оставлять, потому что это, ну, гематома – это всегда нарушение трофики тканей, которые кровоснабжали те сосуды, которые мы порушили и оставили синяк. Вот, поэтому, конечно, ни в коем случае этого нельзя делать, только легкий такой лимфодренаж. Вот, это да. И поэтому, я так понимаю, что все-таки агрессивные техники – это уже интерпретация не совсем квалифицированных, скажем так, и не совсем, ну, как бы тех специалистов, которые, возможно, то, что задумано этой техникой, да, ты не ошибаюсь, азиатская какая-то техника, да, которая, собственно, позаимствовала движение обычного ручного массажа, да. И очень много как раз лимфодренажных именно движений при помощи вот этого вида осуществляется. И главное, вот, как я уже вначале говорила, не забывайте все-таки лимфу сбрасывать туда, куда ей надо, не оставлять ее где-то в области региональных лимфоузлов. Можно использовать, почему нет? Вот, главное, чтобы они, качественный сам скребочек был, да, не царапал кожу и не агрессивно воздействовать. То есть никакого покраснения, никаких синяков, конечно, быть не должно. Вообще, когда мы делаем лимфодренаж, в том числе руками, да, это воздействие очень-очень поверхностное, потому что у нас лимфатические узлы находятся, ну, буквально там 3 миллиметра под кожей максимум. И, соответственно, ну, есть, конечно, глубоко расположенные лимфоузлы, но мы их не задействуем. Задействуем косвенно, когда делаем лимфодренаж поверхностный. И поэтому нам не нужно ничего продавливать для того, чтобы ускорить ток лимфы. Вот. И, ну, и последний вакуум, да, всякие банки, да, опять-таки в области лица я против банок, да, потому что, во-первых, растягивается кожа, при какой-то изначальной склонности к дряблости кожи, или уже имеющейся дряблости кожи, это вообще противопоказано. Сосуды однозначно повреждаются от воздействия вакуума. Поэтому лицо и вакуум, это, на мой взгляд, вещи не очень совместимые. Вот. Поэтому, соответственно, всяческие банки я не рекомендую. Вот. Напомню параметры ультразвука. Специально сделала слайды. Такие, мы это, конечно, проговорили уже, да. То есть параметры ультразвука – это пилинг 24, 26, 28, может быть, килогерц. Вот. И время воздействия до 10 минут. Фонофорез, соответственно, это должна быть высокая частота. По телу порядка 1 мегагерц. По лицу 3 и даже больше мегагерц. Различные есть аппараты. И время воздействия до 15 минут в области лица и шеи. Щитовидная железа всегда обходится. Я тоже очень много видео видела в Ютубе в свое время с этими аппаратами домашними. Тоже как-то был какой-то вал вопросов по ним. И очень многие производители, продавцы, которые делают вроде как эту методику свою разработали, они показывают воздействия, которые вообще всячески игнорируют то, что у нас здесь находится щитовидная железа. Ну и сразу, конечно, хочется спросить, а как последствия, кто за них будет отвечать. Ну и ультразвуковая кавитация, в домашнем варианте ее нет, ну и быть не может. Это сильное воздействие, достаточно такое агрессивное. Просто как бы здесь на всякий случай я привела этот пример из профессиональных аппаратов. Там порядка 36-40 кГц. Манипулу напоминает манипулу для фонофореза, только крупнее. Там сама вот эта площадь соприкосновения с кожей. И здесь уже идет действительно воздействие на подкожно-жировую клетчатку, достаточно глубокое проникновение. И таким образом мы можем разрушить адипоциты, жировые клетки. Но к домашним, как говорится, процедурам это не имеет никакого отношения. Достаточно ответственное такое воздействие, очень много противопоказаний и так далее. Параметры тока электрического тоже я объединила в этом слайде. То есть у нас получается, если этот ток постоянный, то есть используется для дезинкрустации гальвана фореза, то есть иона фореза, по-другому сказать, то это будет... Сила тока очень небольшая. То есть человек чувствует комфортно ему ощущать где-то до 3,5 мА, в среднем 2,5 мА. И в области лица, на теле больше, конечно, там до 50 мА можно вытерпеть спокойно, без всяких проблем. И время тоже так же, как и при фонофорезе, до 15 минут. И, соответственно, никакой не должно быть боли, обязательно эти воздействия используются курсом. Как правило, средний курс это 10 процедур, и ежедневно или через день делается. То же самое фонофорез, мы какие-то активные вещества хотим насытить кожу ими, тоже точно так же. Классическая физиотерапия, даже если мы используем домашний аппарат, тоже лучше всего делать 10-дневный курс ежедневно или через день, а потом делать перерыв хотя бы на 2 месяца. Электромиостимуляция, опять-таки, дома она не используется. Либо это используются такие полупрофессиональные аппараты, вот эти всякие так называемые миостимуляторы для спортсменов. И они накладываются таким образом тоже на двигательные точки, как и профессиональная миостимуляция, для того, чтобы было сокращение мышц. Или это специальный пояс, где там расположены эти электроды, так, чтобы последовательно включаться, чтобы человек, допустим, тренируется, и параллельно мышцы, которые он не очень задействует, еще и электрический ток воздействует. То есть сейчас достаточно модные ТМС-тренировки так называемые. Не всем они, опять-таки, показаны, но это уже не домашний, конечно, вариант. Вот. И, соответственно, как я уже говорила в начале, да, те самые микротоковые аппараты, которые вызывают подергивание мышц, да, это уже практически электромиостимуляция. Вот RF-лифтинг я забраковываю сразу в домашнем исполнении. Я уже объяснила, почему. Потому что нагрев, во-первых, противопоказан, как правило, и сосуды может испортить, как говорится, если есть к этому склонность. То есть сосудистая стенка слабая и, в общем, спровоцировать купероз для его усиления, да, проявлений. И, собственно, RF-лифтингом так называемым это не является. Вот. Поэтому, в общем, смысла особого нет. Вот. И если обобщить основные отличия в профессиональных и домашних аппаратах, то в домашних аппаратах чаще всего не указаны параметры нужные, да. Очень часто в аппаратах вообще, кроме их размера, да, или там веса, ничего не указано. Вот. И поэтому, собственно, хорошо, если хотя бы там будет силу тока возможная с ограничением, да, ее указано, а то и этого может не быть. Или там, допустим, параметры ультразвука, если нормально указан, да, допустим, 3-мегагерцовый ультразвук, нормальная, ну, похожая на вот эту вот манипулу, да. Ну, в принципе, почему бы и нет. Соответственно, будет минимальная, как говорится, минимально возможные параметры, ну, для того, чтобы, опять-таки, не навредить, если это не совсем, как говорится, беспредельные, ну, от слова «беспредел» беспредельщики делают эти аппараты, где-нибудь там в подвалах Китая, потом продают, как говорится. Там можно чего угодно ожидать, но, в общем, те, которые официально на рынке, в общем, зарегистрированы, как бытовое оборудование, да, как правило, все-таки они, ну, достаточно безопасны. По крайней мере, особо сильно не навредишь. Опять-таки, тоже надо противопоказаниями о них поговорим в конце. Учитывать, например, с электрическим током, ну, и, да, вообще, с любым аппаратом, если вы имеете дело, да, и у вас, например, стоит кардиостимулятор или есть какие-то металлические предметы в лице, да, золотые нити, какие-то дентальные импланты, ну, то есть, лучше тогда не рисковать, да, не воздействовать. Ну, мы поговорим об этом, отдельный слайдик я по поводу этого сделаю, покажу. Значит, по поводу курса. Курс у домашних аппаратов, так как очень воздействие слабенькое, как правило, длительный. Ежедневные процедуры, долго, ну, есть известные аппараты, там, с использованием, так называемых, микротоков, да, которые предлагают до 60 дней ежедневно первый курс, да, потом поддерживающие процедуры делают. Ну, то есть, надо еще найти время и не лениться, столько посвятить, как говорится, вот этим воздействиям. Ну, с другой стороны, когда человек покупает аппаратик для дома, он заплатил деньги, особенно если это более-менее качественное оборудование, он тоже не сильно-то дешевое, там, не за 1000 рублей, а 15-20 может стоить даже фактически, как, ну, самый дешевый аппарат для кабинета. И, соответственно, сыворотки какие-то активные тоже покупает. И, ну, учитывая то, что средства затрачены, конечно, регулярность какая-то будет, хотя бы первое время, да, и как раз эффект будет во многом зависеть от того, какой препарат с этим аппаратом используется. Если хороший активный препарат, то, соответственно, и эффект будет лучше. Значит, схемы воздействия, как я уже тоже объясняла, здесь я обобщаю, как говорится, то, что мы сейчас проговорили, зачастую далеки от анатомии человека. Чаще всего это относится к микротоковой терапии, которая, как мы знаем, с учетом топографической анатомии мимических мышц, да, используется для того, чтобы расслабить мышцу, допустим, гипертоничную и, наоборот, усилить тонус миофибрил, мышца, которая в гипертонусе, нам нужно знать, как эта мышца расположена, как расположены волокна, нам нужно два электрода чаще всего, вот, и поэтому, конечно, здесь просто воздействие по массажным линиям, да, это, конечно, не та микротоковая терапия, и не нужно от нее ожидать того лифтинга, который мы получаем с первой же процедуры в кабинете, например, и достаточно устойчивый результат мы получаем, если мы сделали полный курс, да, который уже результат, который будет длиться там 2-3 месяца, например, вот, от одной процедуры там несколько дней он будет длиться, вот, ну, мы это знаем все, вот, эффект, соответственно, прямой зависит от состава контактных средств, то есть контактное средство, которое обогащено какими-то активными компонентами, соответственно, будет давать лучший результат, поэтому рассчитывать на то, что домашний аппарат сам по себе будет давать хороший результат, использовать какой-нибудь гель-пустышку а-ля, там, медиагель, да, за условные 100 рублей за 5 литров, да, конечно же, смысла никакого нет. Значит, домашний – это мини-версии, да, то есть, если мы видим домашний аппарат, там, как правило, будет одна какая-нибудь, один какой-нибудь девайс, и к нему будет огромное описание с кучей функций при помощи всего лишь одной-двух насадок, которые якобы можно сделать. Вот, это, увы, не так, потому что профессиональные модули, да, физиотерапевтические – это, как правило, громоздкий аппарат, потому что в этот корпус должно поместиться, если это комбайн, да, несколько модулей, ультразвуковой, электромагнитный, допустим, какие-то воздействия, да, электрический модуль, и там вакуумный компрессор, все вот это вот должно туда поместиться, чтобы у нас было много функций, и у каждой функции будет своя насадка, или две насадки, если там нужно. Поэтому либо один аппарат, да, и одна-две функции всего, да, допустим, скрабер и фонфорес, да, один ультразвуковой модуль, и то с двумя источниками ультразвука, один низкочастотный генерирует, другой высокочастотный, и будет там в одном корпусе две функции, да, или, допустим, комбайн большой, и там будет, естественно, большой корпус и много всяких насадок. Вот это проф, соответственно, мини, там будет, конечно, в основном маркетинг, да. Ну и основной эффект домашних аппаратов, если обобщить, это улучшение микроциркуляции за счет того, что мы раздражаем рецепторы кожи, за счет того, что мы раздражаем, ну, стенки сосудов реагируют, да, расширяются, как правило, сосуды, потом сужаются, вот, и осуществляли лимфодренаж, либо за счет самих движений, которые имитируют ручной лимфодренаж, либо за счет еще, как говорится, дополнительного воздействия к каким-то физическим факторам. Соответственно, ультразвук, как мы уже говорили, да, различаем скрабер и фон форес, да, совершенно разные параметры, не может лопатка делать то и другое, а еще и гальванику, да. И, собственно, если эти параметры соблюдаются, то почему бы и нет, да, потому что в основном, в принципе, если это не аккумуляторная какая-то совсем суперпортативная дешевая лопатка, то, ну, мало чем они отличаются от профессиональных. Конечно же, ну, отличаются ресурсом. То есть лопатка, которая предназначена для профессионального использования, для прохождения, там, ну, минимум пяти пациентов в день, да, или там трех пациентов в день даже с ультразвуковым пилингом, и лопатка, которая предназначена для того, чтобы себе раз в неделю сделать ультразвуковый пилинг, совершенно разный ресурс. И это тоже влияет, конечно, на цену. Вот, потому что, если мы будем в кабинете, например, работать домашней лопаткой, то она очень быстро прикажет долго жить. Значит, как оптимально сочетать в уходе домашние процедуры и косметику? Для них, соответственно, регулярность, да, то есть если мы взяли активную сыворотку, значит, мы ее используем полный курс. А если она обладает накопительным эффектом, имеет активные ингредиенты всякие такие, как там, неоцинамид, антиоксиданты витамина СЕ, какие-то экстракты, липосомальные какие-то, допустим, ингредиенты, биофлавоноиды, например, заключенные в липосом, как у нас в серии Нео, если она имеет, допустим, гиалуроновую кислоту, низкомолекулярную или ультрамолекулярные формы, то, конечно, чтобы получить накопительный эффект, нам важна регулярность. Ну и, соответственно, вот эти аппаратики, потраченные на них деньги, они дисциплинируют несколько, для того, чтобы все эти процедуры регулярно проходить. Очень важно хорошее и мягкое очищение кожи, то есть не, как говорится, драть себя скрабами и мучить кислотами каждый раз перед этой процедурой, наоборот. То есть как бы все-таки нарушать законы, так называемой, корной терапии, или сохранение барьерной функции кожи нельзя, то есть должны быть очень мягкие павы в очищающих средствах. Это регулярное отшелушивание, но не чаще одного-два раза в день. Используют для этого энзимы или какие-то там очень мягкие абразивы, типа рисовой пудры. И тогда мы будем, сохраняя микробиом, сохраняя барьерную функцию, не нарушая ее, мы будем, естественно, получать лучший эффект. Потому что чем лучше мы отшелушим мертвый эпидермис, роговой слой, самую поверхностную часть его, тем лучше у нас будут проникать активные вещества в более глубокие слои кожи. Соответственно, активные средства, это, как правило, сыворотки и гели. Опять-таки, редко это могут быть какие-то масло, содержащие под аппараты препараты. И, соответственно, чаще всего это водные какие-то косметические средства, в которых имеются активные ингредиенты. Чем больше рабочая концентрация ингредиентов, тем, опять-таки, предсказуемо лучше будет, наверное, эффект. Вот, конечно. Есть такие ингредиенты, у которых очень маленькая концентрация, достаточно для достижения оптимального результата. Там пептиды те же самые, да, у них иногда бывает, что рабочая концентрация не очень большая. А есть пептиды, у которых нормальная должна быть концентрация. Вот тот же самый аргирелин. Многие спрашивают, да, почему у меня релакс ваш работает, да, вот я покупал там какой-то такой-сякой крем или там гель с тем же самым аргирелином, а он не работает. Вот, такой он, не такой, да, может быть, такой же, да, просто его положили. Мало для того, чтобы снизить себестоимость препарата. У нас в имя релаксе 7% аргирелина лежит, да, в каком-то средстве будет лежать там маркетинговая доза 0,5%, потому что он не дешевый. И, соответственно, конечно, эффекта тогда не будет. Ну и плюс человек может использовать эпизодически, да, допустим, даже при хорошей концентрации, там, пару раз в неделю использовали аргирелин, ну, не получит эффект. Его надо два раза в день использовать, утром и вечером, и не сочетать с кислотными средствами. При этом желательно эти миорелаксанты. Конечно, аргирелин, он более-менее устойчив к кислотам, но вот синаик, он, например, хуже кислотную среду переносит. Но все равно лучше придерживаться, чтобы паш наносимых средств сразу после сыворотки и непосредственно до вот в одно нанесение, там, тоник тот же сам был, не меньше четырех. Вот, а лучше выше четырех. Ну, либо после тоника просто подождать хотя бы там часик, а потом уже сыворотку эту наносить. Вот. Активные закрывающие средства. Маски, сыворотки, кремы, да, тоже дают, опять-таки, хороший результат до и после. То есть, если мы возьмем, введем гиалуронку, там, введем какие-то активные компоненты и закроем, например, тот же самый, возьмем крем наш Витаматрикс новый, многие его уже полюбить успели, антиоксидантный коктейль, который называется, да, там, например, помимо, собственно, антиоксидантов, которые работают в коже, да, есть еще такой декоративный немножечко софт-фокус эффект. Это светоотражающие частички. Они сразу такое сияние придают, то есть такую ухоженность. И, соответственно, закрыли процедуру Витаматриксом в качестве дневного средства и получили такую сияющую кожу, да, как будто бы это все эффект процедуры. На самом деле, это, конечно же, эффект, в том числе и средств, которые мы используем. Но, опять-таки, после активных воздействий каких-то очень хорошо использовать маски, те же самые тканевые с активными компонентами. Можно самим делать, как мы вот на семинарах, я люблю показывать. То есть взять, допустим, гель для сухой нормальной кожи Нео, взять одноразовую масочку, там, из такого вот материала, пропитать ее лосьоном, концентратом Нео 10% липосомальным дигидрокверцитином, положить вот эту тканевую маску, закрыть сухим полотенцем на 20 минут, там, на 15, и встать с фарфоровой кожи, тоже как вариант, да, и закрыть еще хорошим кремом после этого, тем же самым Витаматриксом или увлажняющим, или, если солнце активный, мультипротектор взять. То есть все в комплексе работает. Вот, экономить на косметике, применяя, вот, как я уже говорила, медицинские гели-проводники не стоит, потому что если мы сделаем классический рефлифтинг по, допустим, нашему медиагелю высокой вязкости, или, там, допустим, по гелю с алоэ, даже который предназначен для тела, его иногда используют для рефлифтинга, в том числе и на лице, за счет того, что густота его и наличие глицерина в составе позволяет долго использовать манипулу, не перегревается кожа сильно, вот, то, конечно, эффект и без всяких сывороток будет, да, если мы используем так называемый теплый утюжок, рефлифтинг какой-нибудь для домашнего применения, ну, понятно, что там ожидать нечего особо, вот, и выделять время для процедур, когда хватит времени и точно не будет лених делать, да, то есть, опять-таки, это вот к первому пункту возвращаемся, регулярность, соответственно, если времени нет, если вообще лень, да, и зарядку лень делать, или еще что-то лень делать, то есть, либо мы вот эти процедуры, да, спасибо, Наталья, я тоже эту маску люблю очень, потому что, ну, вот, совершенно, совершенно, вот, беспроигрышный вариант завершить процедуру дешево сердит и получить эффект до и после, такой вау-эффект, вот, а всего-то нужно два недорогих препарата и одноразовая масочка копеечная. Соответственно, если нет времени и такого, как бы, педантичности, чтобы регулярно что-то делать, да, что-то носить, делать курс, то лучше и не начинать, вот, потому что это просто потраченные деньги и аппарат в шкафу. Некоторые любители домашнего оборудования рекомендуют, если вы уже купили этот скребочек или какой-то аппарат микротоковый, положить его на видное место где-то, чтобы вот просто не забыть о нем, чтобы вот пришел и наткнулся взглядом и сделал себе процедуру вечером, например, или утром. Кто-то лучше утром, потому что вечером приходит уже совсем усталый и уже не до этого только бы спать лечь. Вот, поэтому у многих в утреннюю рутину хорошо вписываются вот эти процедуры, почему бы и нет. Значит, еще я несколько слайдов заготовила тоже для, собственно, того, чтобы напомнить, какие ингредиенты вообще могут быть активны и которым вообще не нужны, собственно, даже какие-то аппараты, чтобы оказывать активное воздействие на кожу. И мы с вами все знаем, конечно же, что это в первую очередь кислоты, антиоксиданты, ретинол, то есть это те компоненты, которые обладают доказанной эффективностью сами по себе. Поэтому, соответственно, если мы имеем какой-то, допустим, кислотный препарат, да, но чаще всего это все-таки отшелушивающий эффект основной, да, либо это отбеливающий эффект, если это коевая, например, кислота, или антиоксидантный эффект, если это фируловая кислота, или это противовоспалительный или антипигментный эффект, если это азолаиновая кислота или комплекс азолаиновой кислоты, допустим, с аха-кислотами. Миндальная кислота тоже, она отшелушивает, но очень поверхностная, и она является такой как бы всесезонной, можно делать, например, пилинги с миндальной кислотой летом, ну, с осторожностью, конечно, и под защитой СПФ в соответствии с индексом инсоляции, но это то, что работает само по себе. Вот, пептиды. Пептиды тоже, они бывают разные, я там тоже заготовила несколько слайдов, не буду просто очень много времени этому уделять, потому что у нас есть специальный вебинар уже выложенный, где мы подробно разбираем это все. Но хочу напомнить, что пептиды, опять-таки, в рабочей концентрации, это очень активные компоненты, потому что они обладают такой сигнальной регулирующей функцией, то есть они управляют определенными, как говорится, процессами в нашем организме, как то сокращение мышц, например, или образование коллагена, эластина, или, допустим, даже могут нормализовать частично психоэмоциональное состояние. То есть такие очень много всяких сейчас ведется работ на тему синтеза пептидов, имитирующих наши внутренние вот эти вот медиаторы, тоже белковые структуры, да, стоящие тоже из аминокислот. Но главным образом, конечно, в косметологии что используется? То, что антиэйдж эффектом обладает. Соответственно, чаще всего используются либо пептиды, которые блокируют передачу нервных импульсов, то есть способствуют расслаблению мышц мимических, или те, которые стимулируют фибробласты на выработку коллагена и эластина, упругость кожи повышает. Есть пептиды, которые способствуют, допустим, правильному образованию, меланинообразованию, да, то есть в случае гипопигментации усиления или гиперпигментации, наоборот, отбеливающим действием обладает, или потенцирует отбеливающий эффект других средств. Собственно, есть очень много, на самом деле, сейчас разных разработок по поводу пептидов. Вот единственное, что я могу сказать, вот матрикины, например, у нас в сыворотке, в крем-сыворотке для век последнего поколения, матриксил, морфомикс, тоже очень хорошо подтягивает кожу. Кто-то, наверное, уже пробовал его обязательно. Честно говоря, крем-сыворотку для век я люблю, ищу за то, что, например, ее можно использовать на все лицо и шею вместо ночного крема. Очень экономно получается, и, собственно, цена у него достаточно такая приемлемая, особенно для специалистов, и поэтому, конечно, можно использовать вот такой лайфхак, то есть помимо глаз еще, например, использовать его как ночной крем. Соответственно, единственный вот такой момент, да, про миорелакс я уже сказала, да, то есть это так, на всякий случай, вот всякие вам варианты, да, будут в презентации, то есть какие бывают они. Вот у нас, кстати, в 3D-увлажнении дифопарин, пептид, который регулирует транспорт влаги, да, то есть способствует очень быстрому, практически моментальному увлажняющему эффекту, да, то есть там три вида гиалуронки, ну, соответственно, вот этот вот пептид, ну, плюс еще алоэ вера, чтобы снять чувствительность. Поэтому, если кожа очень сильно обезвожена, плюс еще и гиперчувствительная, вот 3D-увлажнение. Для всех остальных вполне достаточно двух видов гиалуроновой кислоты, которые в интенсивном омоложении наше есть. Так вот, по поводу использования с какими-то аппаратами, да, опять-таки, нет особо каких-то вот прям тоже доказательств, что они улучшают проникновение, да, вот эти физические факторы, и что они не разрушают пептиды, да, например. Вот, но в то же время есть наблюдение, и тоже я читала статьи на эту тему, что, например, те же самые пептиды мерилоксант, например, или противоотечные пептиды, а-ля вот Айсерил, который сейчас вот на слайде в геле для кожи вокруг глаз, который присутствует, действие вроде как усиливается, если ввести, например, ультразвуком. То есть, в принципе, можно использовать, можно смотреть, как вообще эффект отличается, не отличается, индивидуальную чувствительность тоже никто не отменял. Вот, но многие позитивно, как говорится, отзываются о каких-то вот именно аппаратных процедурах с пептидными препаратами, да. Вот, поэтому, в принципе, не возбраняется. Что касается вообще применения пептидной косметики, это всегда длительное накопительное воздействие, то есть, есть какие-то определенные ограничения, вот, ППА, да, то есть, с кислотами непосредственно в одно нанесение, с щелочами, с активным ретинолом лучше в одно нанесение не разносить хотя бы там утро-вечер, да, вот, не сочетать. Хранить лучше стараться, не перегревая, да, больше 25 градусов эти препараты. Вот, чем больше пептидов в составе, да, тем потенциально эффект будет больше, да, то есть, как бы можно сочетать. И, соответственно, процент ввода у большинства пептидов, он все-таки довольно высокий, но есть пептиды, которые и менее 1% работают, да, но, как бы, основная масса все-таки должны быть где-то на первых местах в списке инки. Вот, и обязательно, если мы делаем процедуры по пептидной косметике, мы должны продолжить обязательно дома ежедневно это все наносить. Тогда будет накопительный эффект, тогда будет реально виден результат. Что касается ретинола, ретинол вообще работает соло, я бы так сказала. То есть, в принципе, препараты, которые содержат активный ретинол, липосомальный ретинол, как в нашей новой сыворотке, ретидерм-025, который содержит два вида ретинола, свободный ретинол или липосомированный, да, то есть, который инкапсулирован в липосомах, который, собственно, заменяет по эффективности вообще третинаин, можно так сказать, да, то есть, такая форма ретинола, просто без такого количества раздражающих эффектов. Конечно же, они не предназначены, эти препараты, как лечебные, так и косметические, для того, чтобы они вводились совместно с каким-то физическим фактором. То есть, ретинол наносится строго на сухую кожу, строго небольшое количество, не больше горошины на лицо, да, то есть, лучше всего наносить через полчаса после того, как умылись. И какие-то средства увлажняющие, какие-то смягчающие, кремы и так далее, лучше наносить не ранее, чем через час после этого препарата. Поэтому совместное воздействие с каким-то физическим фактором может просто спровоцировать возникновение вот этих прогнозируемых побочных явлений. В данном случае мы их не спрогнозируем, а просто получим благодаря тому, что мы, как говорится, неправильно применяли его. То есть, ретинол – это солист ансамбля нашего уходового. И любит он работать один, одинокий волк. Вот, антиоксиданты, они, пожалуйста, вот, очень много их содержатся и витаминов, и тот же самый ресвератрол, и тот же самый ниацинамид, и кофеин, и, там, коэнзин Q10 тоже. То есть, антиоксидантные препараты, они очень популярны, в том числе и среди гелей, там, или каких-то сывороток, которые предназначены для аппаратного введения. Вот, поэтому, конечно же, они нужны, и, конечно же, можно их вводить аппаратами, как правило, да, но только следим за текстурой, да, то есть, если мы используем электрический ток, конечно, у нас это должен быть не крем, а гель, то есть, это должен быть водная среда без масла, да. Если мы используем ультразвук, в принципе, даже кремовые какие-то текстуры можно использовать, потому что, в принципе, ультразвук, он проникает через масляную среду, это не преграда для него, вот, поэтому, в принципе, как вариант. То есть, антиоксидантным можно. Ну, и в заключение уже про домашний уход. Пару слов я хочу сказать, да. То есть, если задача сформировать такую, как бы, эффективную рутину, да, соответственно, там обязательно должно быть щадящее очищение, обязательно должны использоваться тоники, а может быть, даже активные препараты в качестве тоников, если это возраст уже, там, 35 плюс, 40 плюс, такие, как лосьон-концентрат Нео, например, да, с липосомальным дегидрокверцитином 10%. Вот это обязательно какие-то нанесения каких-то активных сывороток, какого-то интенсивного или селективного воздействия, в зависимости от проблемы, которую надо решить, то ли это какие-то антиэйдж должны быть варианты, то ли это противосвалительные могут быть варианты, то ли это при гипертонусомимических мышц могут быть пептидами релаксанты те же самые, да, это может быть лифтинг какие-то агенты, как в сыворотке актив лифтинг, там, где у нас кофеин, полулан, гиалуроновая кислота, то есть, чтобы дать такой эффект подтяжки, то есть, это могут быть различные, то есть, препараты, которые наносятся под крем, и крем должен, конечно же, если индекс инсоляции больше, там, трех, уже защищать от солнца, хотя бы SPF 10, там, в увлажняющем креме, или, там, мультипротектор 50+, это если уже индекс инсоляции 4, 6 и выше, вот сегодня, например, 4 в Москве, индекс инсоляции, если бы посмотрел, вот, поэтому SPF 30 использовала. Соответственно, если не нужен SPF, можно использовать такие кремы, как антиоксидантный коктейль Витаматрикс с этой отражаечками, да, который дает вот этот вот изнутри свечения такой эффект, и, собственно, его использовать как дневное средство. Вечером тоже должно быть тщательное, но мягкое очищение без агрессивных ПАФ, обязательно тоник, вечером можно кислотный тоник использовать, да, например, особенно в осенне-зимний сезон, вот, и там уже какие-то активные препараты, используем гелевые формы или сыворотки, если кожа жирная комбинированная, причем вокруг глаз кожа может быть суховатая, при этом мы можем нанести туда, например, крем-сыворотку для зоны вокруг глаз, да, для век. И если кожа сухая или нормальная, то, естественно, мы какие-то активные сыворотки или гели закрываем кремом ночным, там, допустим, питательный массажный SPF апельсин, или, допустим, та же самая крем-сыворотка для век с эффектом лифтинга, тоже можем использовать в качестве ночного крема, вот, и, соответственно, вот так построить свой уход. Ну и добавляем там уже селективные какие-то средства. Если что-то нужно заживить, интенсив-регенерацию, если нужно поработать с сосудами активно, значит, антикуперозный гель с венотониками, то есть уже смотрим по показаниям. Так вот, чтобы нам... Что-то у меня с интернетом. А у вас как? Слышно меня? Напишите мне кто-нибудь. Вот. Что-то пропадает, мне кажется. Ага, отлично. Но все равно в записи все останется, даже если кто-то потерялся. Значит, какой основной нюанс, да, если вы решили приобрести, допустим, какой-то аппарат для домашнего использования, ну, желательно, более-менее качественной, то проще всего для того, чтобы провести регулярный курс с каким-то хорошим эффектом, взять наиболее активное комплексное средство в качестве контактного активного геля. То есть это будет, ну, на мой взгляд, оптимальным вариантом это будет серия Нео, антивозрастной гель Нео и гель для сухой нормальной кожи Нео. Причем оба этих геля подходят для любого типа кожи. Просто гель для сухой нормальной кожи Нео, он такое название не совсем удачное имеет. Больше, я бы сказала, его лучше было бы назвать гель для тоничной кожи, да, там какой-нибудь сосудистыми проблемами. Вот, но там ничего такого, чтобы нельзя было жирной кожей использовать, это гель, да, там масел нет, комедогенных компонентов нет. То есть просто такое название. Вот, поэтому если есть там склонность к куперозу, какие-то сосудистые проблемки, то можно гель для сухой нормальной кожи Нео взять. Если нужны больше антиоксиданты, нужен витамин С, тогда антивозрастной гель Нео можно взять под микротоки. Очень хорошо идет гель тонизирующий, потому что у него хорошая электропроводность по сравнению с остальными, даже гелями чуть повыше. Но, в принципе, можно микротоки делать по любому из этих препаратов. И, я, наверное, на слайде немножко не поместилась, гель концентрат с гиалуроновой кислотой, низкомолекулярный, это, конечно, золотой стандарт для любых форезов. То есть это чтобы ввести, как говорится. То есть для микротоков он не особо нужен, более того, он быстро впитается, не очень удобно будет вводить этим аппаратом, ну, я имею в виду домашние микротоки. Как бы, если вы делаете ультразвуковой форез, то вот гель концентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, это, конечно, золотой стандарт. Причем мы на подготовленную кожу наносим сначала тонкий слой его, а потом можем просто зонально по той зоне, по которой мы обрабатываем, так же, как и в профессиональном уходе, мы делаем просто чуть-чуть добавлять из дозатора. И тогда мы гель сэкономим, и, собственно, эффект получим. И плюс еще экономить гели можно, нанося кисточкой сверху тоник, допустим, с гидролизатом коллагена и алоэ вера, к примеру, или там, допустим, с гиалуроновой кислотой. И таким образом просто мы облегчаем скольжение манипулы, при этом не расходуя дополнительное количество препарата. Общее противопоказание, что важно, это в первую очередь онкология к любой аппаратке, и в том числе домашней. Кстати, в более-менее таких недешевых версиях аппаратов для домашнего использования действительно в инструкциях это прописано, и за это им респект, как говорится, что все эти нюансы проговорены. Злокачественные образования, какие-то доброкачественные, особенно в зоне воздействия, со склонностью к росту, ну и вообще в зоне воздействия мы любой невус, любую родинку будем обходить. Беременность. Какие-то сложные хронические заболевания, аутоиммунные, системные заболевания соединительной ткани, то есть какие-то процессы, которые явно, ну, человек не здоров, тогда ему не нужно аппаратные домашние всякие эксперименты проводить, и, собственно, физиотерапия тоже ему очень с большой такой осторожностью назначается, только когда, собственно, есть очень прямые для этого показания. Какие-то инфекционные заболевания, да, если заболели гриппом или ОРВИ, то не надо в этот момент, надо прекратить курс, пока не выздоровели. Вот, опять-таки, какие-то на коже проблемы, да, обострение акне, герпес и так далее, это тоже, там, обострение каких-то дерматозов, а-ля псориаз, атопический дерматит, это тоже является противопоказанием к курсу или к продолжению курса вот таких вот процедур, в том числе и домашних. То есть, эту зону мы не можем обработать. Если, конечно, у человека псориаз, да, и у него есть там, сохранились какие-то дежурные бляшки, но он в ремиссии на лице вообще ничего нет, то, в принципе, процедуру проводить можно. Соответственно, множественные невусы, родинки, особенно разные формы, выступающие над кожей, то есть, такие, как бы, не просто невеснушки, вот, не пигментные пятна. Вот, это тоже нежелательное такое состояние, их нельзя обойти, если, то тогда мы, конечно, эти зоны не будем дополнительно стимулировать. Ну и температура высокая, вследствие чего-либо является противопоказанием. Наличие кардиостимулятора однозначно. Противопоказание наличия металлических каких-то конструкций в зоне воздействия, особенно внутрикожных, то есть, дентальные импланты, да, как бы, ну, мы вот физиотерапию иной раз изолируем, если нужно повоздействовать на эту зону, да, сухие турунды прокладываем, допустим, где стоит этот дентальный имплант, и можем воздействовать на кожу, например, гальваническим током. Ну, микротоки вообще так далеко не проходят, как правило, но, опять-таки, учитывая то, что большинство аппаратов для домашнего воздействия, у них немножечко завышенная сила тока, вот, и они являются, по сути, не микротоками, а все-таки электромиостимуляцией, то все-таки и дентальные, и внутрикожные импланты лучше не делать тогда, эти процедуры связаны с электрическим током, ультразвук, кстати, можно. Вот, эпилепсия однозначно, противопоказание к использованию всяких приборов таких, и ботулинотерапия, если была проведена, то, в принципе, все, кроме ультразвукового пилинга, если мы будем использовать, оно все будет ускорять восстановление вот этого проведения нервно-мышечного импульса, да, поэтому, если боток стоит, и мы хотим, чтобы он поменьше простоял, можно делать курс таких процедур, но мы же хотим, чтобы он подольше простоял, поэтому мы используем пептидами релаксанты с 2-3 месяца, чтобы он простоял не полгода, а месяцев 8-10, да, или больше, вот, мы не делаем никаких стимулирующих процедур, в том числе и массажей каких-то даже, ну, за исключением легкого лимфодренажа, вот, и, соответственно, никаких процедур тоже, когда ботокс стоит, да, не обязательно ботокс, да, любой бы, БТА, да, то есть, там, ботокс, лантокс, релотокс, ксиамин, диспорт, неважно, то есть, если заблокирована мышца, в зоне этой мышцы мы ничего стимулировать не будем, ну, и, собственно, если какие-то у вас будут вопросы, пишите, сейчас, если остались какие-то вопросы, можно их задать, если у нас с интернетом все нормально, потому что у меня постоянно какие-то красные таблички выскакивают, что он немножечко не такой, как компьютер бы хотелось, вот, но я надеюсь, что у нас все это записалось, и кто даже чего-то не услышал, все это сможет посмотреть потом в записи, и если вопросов у вас нет, то будем на этом начать.